Ольга Михайловна, вот Вы очень так убедительно показали, что при переводе на Деглюдек доза инсулина снижается. И в Вашем примере, и на примерах, вот то, что в Швейцарии, и все. А с чем это может быть связано? Потому что, ну, как обычно, когда что-то новое мы переводим, все-таки что-то доза возрастает. Потому что иногда, может быть, у нас нет того уровня компенсации, одно, другое, а вот тут вот Вы четко показали снижение. Это очень интересное наблюдение. Уважаемый Михаил Борисович, уважаемые коллеги, это связано с тем, что, в общем-то, наши пациенты боятся стабилизации, то есть снижения сахарокрови, потому что у них остается высокий риск развития гипогликемии. Многие больные уже переносили неоднократную гипогликемию, это остается у них в памяти, и они боятся снижения гликемии. Когда пациенту объясняешь, потому что очень много, конечно, зависит от врача, как мы правильно преподнесем информацию о том препарате, который мы будем его назначать. И если мы мотивируем больных, в первую очередь, на то, что инсулин обладает минимальным риском гипогликемии, пациенты нам верят, и они пытаются снизить свои показатели гликемии за счет титрации дозы инсулин. Это первое. Но вероятнее всего, во-первых, были провалы в том, что инсулин не дотягивал в течение суток, не работал. А вот этот инсулин за счет длительного эффекта все-таки сохранял стабильность в течение 24 часов. А многие больные обученные, они докалывали, когда имелся провал, скажем, в продленном инсулине, они докалывали инсулин короткого действия. Но вот у нас попадались пациенты, которые, в общем, такие вещи не делали. Они не знали, как себя правильно вести в условиях, скажем так, физической активности, потому что дополнительно были даны рекомендации контроля сахара крови в армии физической нагрузки, и, соответственно, в пациентке сахара стали лучше. У пожилых пациентов имеется сложность в том, что они забывают употреблять дополнительную пищу на пик, скажем так, работы фонового инсулина. Использование новых инсулинов позволяет, в первую очередь, скажем так, дополнительно не доедать те углеводы, которые наши больные доедают. Почему происходило уменьшение дозы? Потому что, вероятно, биодоступность инсулина выше, эффективность просто выше. Спасибо. Потому что я не могу сказать, что это было связано с чем-то другим. Пациент начал, скажем так, и жестко соблюдать. Это очень хороший развернутый ответ, но тут есть еще точка зрения у Гаги Градиковича. Да, пожалуйста. Я думаю, что, наверное, очень принципиально важным отличием деглюдека от других базальных инсулинов является период полужизни 25 часов, который обеспечивает стабильную равновесную концентрацию инсулина в плазме. И для базального инсулина это является важнейшей характеристикой. И это позволяет, ну так скажем, с определенной дозой достигать лучших результатов. Понимаете? Это позволяет, потому что все другие инсулины, все инсулины пролонгированного действия так или иначе имеют начало и конец действия, если они делаются раз в сутки или даже если два раза в сутки, им не удается обеспечивать вот этот ровный профиль инсулиномии. И за счет этого возникают и колебания сахаров, и в итоге повышается потребность как в базальном инсулине, так и в ультракоротком инсулине, который больные вынуждены колоть. Потому что для организма не важно, какой инсулин, короткий или пролонгированный. Для него важно, чтобы этот инсулин был в плазме, чтобы он был в организме и оказывал биологическое действие. То есть если его недостаточно, то вот и повышаются сахара. Если он в избытке, то возникают гипогликемические эпизоды. Поэтому вот принципиально важным является структура инсулина Деглюдек и фармакокинетические его особенности, и в частности вот этот период полужизни, 25 часов. Мне нравится этот ответ, и я бы даже продолжил, потому что Деглюдек, он действительно более близок к физиологическому профилю действия базального инсулина. И иногда, когда мы используем другие базальные инсулины, у нас наблюдается, я бы сказал, переизбыток, как скажем, больше базального инсулина, чем нужно. То есть для того, чтобы обеспечить нормальные сахара натощак, мы идем на специальное увеличение концентрации в дневное время, понимаете. И вот Деглюдек, когда мы переключаем, позволяет это убрать, вот этот переизбыток. Поэтому я считаю, это очень важным отличительным моментом данного препарата. И это нужно объяснять, это нужно раскручивать, понимаете. Поэтому вы правильно сказали, не нужно не доедать, ничего. То есть многие сопутствующие проблемы, вот они, кажется, отпадают. Так, нам просто очень интересно, да. Вот есть ли интерес к выступлению Ольги Михайловны? Я думаю, есть, а вопросы? Конечно. Ольга Михайловна, будьте добры. Вот у вас во втором клиническом случае, вообще самое сложное, это показывать клинический случай. Потому что сразу внимание слушателей, оно становится стопроцентным. Вы показали больного, который получал короткий человеческий инсулин и манинил. То есть в чём резон был комбинации, или это случайность, или это исторически так пошло, и была ли особая цель? Цели никакой не было. Я показала специально, что это делать нельзя. Вы правильно подметили. Потому что если мы назначаем базисболистную инсулинотерапию, то ни о каких препаратах с сульфаниломочевиной речи не идёт. Но наши пациенты, они специфические. И если они раньше принимали препараты, может быть мы не так рассказали этой больной о том, что необходимо отменить. Но она сама себе постоянно рекомендовала данный препарат. То есть это была её интерпретация. И мы с этим сделать ничего не могли. То есть при каждом визите к врачу ей препарат не выписывали, выписывали только метформин. Она сапад докупала глибинкаламид и его использовала. И при этом мы ей специально ориентировали на то, что мы не получим компенсацию сахарного диабета за счёт только этого препарата. Ба основным является правильно подобранная схема инсулина. И в итоге она нас услышала, если вы видели, когда мы перевели на деглиодеку, у неё уже глибинкаламид ушёл. Но приверженность к этому препарату, к использованию, у неё сохранилась более 10 лет. То есть настолько ей внушил врач, что это важный в терапии препарат, что в общем-то мы сделать ничего не могли. Поэтому я специально этот пример показала, что от того, как мы больному объясним значение препарата, в общем-то, наверное, первое объяснение, оно остаётся на всю жизнь с больным. То есть очень хорошо прозвучало перевод на деглиодек как стимул для отметок глибинкаламида. То есть отличный вопрос, отличный ответ. Я полностью удовлетворён. Мне действительно правильное стало поведение, правильное клиническое ведение. Так, Ольга Михайловна, огромное спасибо. Спасибо большое за обстоятельный анализ всех исследований по сердечно-сосудистой безопасности. Но давайте коснёмся конкретно исследований, вот лидер, Сюстейн и Эликса. То есть трёх исследований, касающихся исключительно органистов рецепторов ГПП-1. Значит, два исследования Сюстейн и Лидер показали преимущество препарата, да, и молекулы у них очень схожи, у семаглютида и у лироглютида. И Эликсизинатит не показал этих преимуществ. Первый вопрос. Считаете ли вы всё-таки, что, возможно, тут есть эффект молекулы, что это не будет относиться к классу препаратов, а будет к конкретной молекуле относиться вот это преимущество сердечно-сосудистой? А второй вопрос, тоже касающийся сравнения этих исследований, потому что Эликсизинатит испытывался в состоянии постинфарктного состояния, да, там, в течение определённого промежуста, до 130 дней, по-моему, после перенесённого острого инфаркта миокарда. Были ли такие же, вот такая же субпопуляция людей в лидере после перенесённого инфаркта миокарда? Там, я знаю, что нельзя было включать до 30 дней после, но после 30 и до 130 можно было. Если сопоставить вот эти две одинаковые, будет ли такой же эффект в лидере или нет? Был ли такой анализ? Я понимаю, Владимир Владимирович. Значит, вот с точки зрения гетерогенности, вот группа агонистов очень гетерогенная группа препаратов, потому что они различаются по времени полужизни, то есть Эликсизинатит относится к коротким, лироглютит и семаглютит относятся к длительному действию, то есть они обеспечивают ровный профиль препарата в течение суток. Если у Эликсизинатита и у Баеты есть такие вот ундуляции, то есть повышение концентрации, снижение концентрации практически до нуля, то эти препараты обеспечивают ровный профиль. Второе очень важное различие, что это все-таки гомологичен человеческому, и это тоже может быть, понимаете, мы просто многие вещи еще, может быть, не знаем, но это тоже есть различие между двумя. Вот вы показали, что вот ваши шесть препаратов, из них два являются производными экзендина-4, и остальные являются человеческими, то есть ближе к человеческой молекуле. И, наконец, третье очень существенное различие, ну, по крайней мере, у лироглютида и у семоглютида от препаратов длительного действия, что они обладают большей способностью проникать через гематоэнцефалический барьер, то есть по влиянию на вес, ну, на сегодняшний день они не имеют себе равных. То есть это вот с точки зрения клинической эффективности, да, то есть эти два препарата являются лидерами, то есть по всем сравнительным исследованиям по влиянию на гликемические, по кардиоваскулярным исходам, конечно, больше вопросов, чем ответов. Но вот эти различия в структуре, они могут определять и различия в полученных результатах. Теперь, что касается, значит, острого коронарного синдрома, действительно, в исследовании Эликса были, ну, больны, перенесшие недавно инфаркт. В исследовании лидер именно такой цели не ставилось, но там были больны, перенесшие инфаркт в принципе. То есть в принципе у этих людей, значит, высокий риск развития нового события, он имел место быть. Значит, и последний лидер, вот эта субпопуляция уже с перенесенным инфарктом, они имели большее преимущество. То есть они имели большее преимущество, чем люди, у которых были просто факторы риска развития среди сосудистых заболеваний. Ну, это плюс в копилку препарата получается, достаточно весомый. И короткий вопрос, и будет короткий ответ, да. Леонид Юрьевич Маргунов, профессор. Работает. Да, отлично. Есть исследование, есть реальная галлическая практика. Вот Михаил Борисович в своем докладе показал очень интересные данные, что уровень гликированного гемоглобина в популяции московского населения за последние 2-3 года сильно не снизился, ну, предел статистической погрешности какой. Но когда в 2014-2015 году стала внедряться программа лечения кардиоскулярных заболеваний, то есть появились ангиографы, стенты, то смертность вот этих заболеваний снизилась в 3 раза. Может быть, нам не стоит как-то вкладывать деньги в аналог инсулинов там или что-то еще, а ориентироваться на кардиологию, может быть, на какие-то инструментальные методики. Ну, там не только... Извините, это вопрос был Гарри Крадикович, я уже стал отвечать. Спасибо. Если можно, Михаил Борисович, я отвечу. Я считаю, что нужно вкладывать во все, потому что, понимаете, это тот вопрос, где нужно диверсифицировать вклады. Потому что, понимаете, вот с точки зрения сосудистых операций, вот если вы слышали доклад Анатолия Владимировича Покровского, академика, да, он каждый год показывает, ну, какое мизерное количество проводилось раньше в России, потому что эти все операции, они дорогостоящие. И вот сейчас мы даже не приблизились, мы просто вот выходим на некую плату, понимаете, по тому, что вот появляется возможность помогать этой категории больных. Поэтому нужно делать параллельно, нужно делать параллельно. Но если вот еще и мы можем упредить, да, риск или, так скажем, необходимость проведения этих ревосклеризаций, то я думаю, что это наш вклад как терапевтов в то, чтобы, в общем-то, чтобы то небольшое количество квот, которое выделяется этим больным, чтобы оно использовалось, да, и хватало для больных. У нас наши квоты сосудистые заканчиваются уже в августе месяце. Потому что их все равно не хватает, понимаете, на то количество людей, которые нуждаются в них. Все это так, но выше головы ты уже не прыгнешь. Результат получим прекрасно в Москве, да, как гликированный 7,3, это великолепно. Ниже не получается. А, ну, я имею... Ну, здесь вы видите, что это не гликемический эффект. То есть это над гликемическим эффектом, понимаете. То есть он не связан с улучшением гликемического контроля. И в этом является вся прелесть этой истории, что мы с вами вышли за рамки гликемического контроля. Мы не просто лечим гликемию сахара, а мы позволяем человеку, да, улучшаем прогноз его жизни. Владимир Владимирович, когда создавалась в Москве инфарктная сеть с такими блестящими результатами, вопрос был, я бы сказал, методологический. Это действовало правило золотого часа. Чтобы человек, кажется, просто, прибывший, кажется, в течение буквально 15 минут со скорой помощи в приемной, минуя приемное отделение, через 40-50 минут уже находился на операционном столе, ему делали ангиографию, вводили стенд. Вот эта методика была отработана для натосовершенства. Были созданы региональные сосудистые центры, в 15 крупнейших больницах развернуты вот эти операционные с ангиографией и стентированием. И это дало результат, понимаете. И сейчас такая же работа делается по инсультной сети. Я уже не буду, кажется, пользоваться тем, что времени мало. Вот, тоже такое же направление. Но ваше предложение понятно, и я думаю, что вот в долгосрочном периоде, да, когда вот просто, вот если взять последние слайды, как и Крадикович, действительно нам надо шире применять и лироглютит, и коллекционологические препараты с упором на то, что это даст нам экономию в отношении реконструктивных операций, в отношении снижения смертности на 13%. Это очень важное замечание. Спасибо. Будем работать вместе с кардиологами.